добрый день всем здравствуйте случайно покопался на недрах своего центрального склада и было обнаружено вот такие вот артефакты сделано еще в ссср горелка короче r3 чего-то там 78 год видимо 3 март месяц 78 года сделано в ссср и тут аналогично но видимо 11 февраль 78 года обе 78 1 февраль другая март прикольно это ребят кто не в курсе горелочки для работы с аргоном для работы с вольфрамовым электродом вот там но я думал ретро ретро старая штука такая лежит ну типа музейный экспонат а потом узнаете попал на алиэкспресс смотрю а там вот такие же вентильные головки ну вот эти вот штуки ну то есть этот с краном с вентилем даст таким вот вот тут кран иголка все подачи про этой подачи газа они до сих пор продажи и конструкция практически не поменялось но пластики сейчас другие да тут вот какой-то текстолит гетинакс что-то такое ну а сейчас соответственно полипропилентом еще что-нибудь будет abs какой-то пластик поменялся сам пластик конструкции осталось менее изменения но единственное что бывает сюда загнут сюда загнут и вот эти вот сопла разного диаметра соответственно ну тут уже раскрытые давайте глянем вот разного диаметра вот эти сопла вот эти цанги под разного диаметра электроды вот но что вот с вот этими которые нашлись у меня 78 80 то есть вот этим горелкам уже примерно след по 40 да вот и они от времени уже видите ну вот уже просто им пришло время все трубочки все эти полопались порепались особенно вас здесь хорошо заметно многочислено да а конструкция простейшая то есть получается у нас идет горелка силовой провод который тут подходит а по этой трубочке подается газ аргон вот так вот она все скомбинировано то есть штуцер газ сюда подболк на сварочный аппарат советское время все аппараты были болтовые соединения этих быстроразъемов еще не было байонетного типа под болтик то есть что получается тут ломаться нечему соответственно сейчас что попробую снять эти провалочки попробую заменить вот эту вот трубочку и попробуем это подключить но чисто так до интереса а вдруг заработает а почему бы нет короче снимаю шланг ну тут сейчас грязь пыль в общем ножом тупо ножом сейчас срежу и все разбираем короче ролик у нас реставрация газовой аргоновой горелки 40 летней давности точнее даже 42 года до 78 сейчас 2020 так вот смотрим вскрываем вскрываем и чем мы тут видим видим какой-то латунная трубка штуцер аж сюда сразу идет и все это не разборно это все залито уже сразу вот этим текстолитом так колпачок сангочка так ну в общем сюда пока не лезем сюда пока не лезем пока мы попробуем разобраться с вот этими старыми кабелями и далее ребят хомутатель проволочный я бы сюда адвоката егорова с его хомутателем их он бы нам показал класс ну а так пока просто отверткой поковыряем ну вот добрался наконец-то до самого входа штуцер ногожильный провод много лет пользовался давить уже край даже начали отламываться усики припаяно загнуто завальцовано как бы ничего страшного нету да принципе вот эти кончики если пропаять или перевальцевать и все а ну и вот дырочка то есть газ заходит через эту дырочку выходит и мимо провода по трубке протекает туда до горелки в принципе если посмотреть на диаметр тут обычный можно попробовать кислородный шланг поставить кислородная будет пожестче чем этот восьмерка девятка стандартный шланг но у меня таких мягких резиновых нету за силиконовыми надо идти в магазине охота а для попробовать сейчас попробую сюда кислородный шланг натянуть в принципе освободили вопрос а как сюда одевать кислородный шланг если тут вот все это толстая и с этой стороны горелки тоже не натянем то есть видимо придется это все распаять одеть шланг потом опять запаять о как ну давайте попробуем ну и так сам штуцер отпаялся был припаян банально оловом что-то тут колхозили ну понятно за 40 лет я уже ремонтировали ремонтировали хотя наверное после 90 какого-то года навряд ли кто кто-то ремонтировал и сейчас подберем кислородный шланг по длине и оденем то чтобы угадать длину сделал простейшую вещь зажал кислородный шланг и кусок но этот провода вместе тисочками дальше растянул у себя тут по огороду по двору да и пришел к тому выводу что вот она у нас получается длина и соответственно лишний обрезу теперь наша задача как-то вот этот провод туда запихать он же мягкий при малейшем давлении он распушается то есть надо запихивать запихивать будем при помощи вот такой вот одножильный медный провод он достаточно жесткий сейчас мы его просунем шланг и в общем делаем такой протяжку итак провод просунутый сейчас что сделаем слегка подожмем вот так вот ну вот он уже держится и теперь туда попробуем засунуть весь вот этот вот весь вот этот проводок вообще главное его зацепить между собой да ну вот один конечно натянули теперь будем думать что делать с этим концом а здесь вот это поломанные распушенные концы вот здесь у нас да и она сейчас этот конец просто обрежу чтобы у нас все чистенько и красивенько было и вот этот чистый красивый конец уже пропаяем потом ну и для пайки всего этого у меня паяльной кислоты нету зато у меня есть ацетилсилициловая кислота вот так берем таблеточка ой все рассыпается ну вот принципе припаяли сейчас остывает итак кончики обжаты захомутованы прижаты при это сейчас собираем руку ручку это готово она останется тут изолентой замотать да чтоб красиво было ну типа так и все и красиво и можно работать и так ребят недавно был приобретен буквально специально для этих мероприятий редуктор аргоновый но он универсальный аргоновый углекислотный с расходом метром чтобы хотя бы примерно представлять что оно чего оно я никогда аргоновый раньше не варил и когда там в роликах в ютубе или где-то там говорят что расходом 10 литров там 20 литров 30 я не знаю а я как бы даже не представляю сколько это на слух шипит ну проще посмотреть уже вот по вот такой штуке оп шарик видите подпрыгнул все классно ну газа у меня мало тут а баллончики буквально там 20-30 атмосфер осталось но поиграться я думаю нам хватит надо заказывать будет новый баллончик ну и что у нас в итоге получилось ребят качество источника тока используем качество источника тока используем специалист 250 инверторный аппарат сварочный электродный кстати чисто для электродов минимальный ток 20 ампер максимальный ток 50 ампер ну то есть поиграться побаловаться попробовать вполне вполне его достаточно работаем в прямой полярности то есть на массу у меня плюс вот это вот на вот эту штуку у меня минус идет сейчас ну давайте посмотрим что из этого выходит ну тут кусочек нержавейки тут кусочек черного металла тут это уже он такой вареный переваренный пробованный у нас есть с вами две цангочки электродов для вольфрамовых электродов диаметром я даже скажу сколько электроды еще старые советские я даже не представляю для чего они для нержавейки для черного металла для алюминия не малейшего понятия так ну вот какой-то толстенький диаметр 3 миллиметра вот есть потоньше тут два стандарта диаметр 2 миллиметра 3 миллиметра ну и 2 миллиметра да да двоечка тройка и двойка какие для чего я имею весьма смутное представление ну вот сейчас возьмем какой-нибудь уже кто-то их тут точил кто-то их чего-то ну я прекрасно знаю что владелец вот этого вот этих электродов от этих держаков раньше занимался сваркой нержавейки всякие там фентифлюшки фляжечки мажечки все это как раз и было 40 лет назад в далеких 80-х 90-х годах к сожалению этого сварщика уже нету в живых а вот это ко мне как бы перешло до чего какие не знаю давайте на 3 миллиметра соответственно под него цангочку возьмем зарядим это все в аппарат ну насколько я знаю выступать должно немножко да там миллиметра три четыре пять если я что-то делал неправильно извините ребятам первый раз я никогда аргоном раньше не варил видеть видел в ю-тубе живем тоже практически никогда не видел как люди варят давайте что-нибудь попробуем ну честно говоря я уже как бы без вас попробовал да тут что-то чего-то вот сейчас два кусочка миллиметрового металла попробую примут встык сплавить что он из этого получается что он из этого получается что он из этого получается ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем, ребят, как-то так. Это просто чёрный металл, листовой, холоднокатанный, сталь-3. В общем, ребят, смысл какой. Горелочка восстановилась, аргончик пошёл, ток идёт, дуга держится. То есть аппарат специалист 250 способен поддерживать дугу, да, горение. Ну, а руку набить или глаз, или в лоб, или как это сказать, да, чтобы вот это вот более-менее красиво получалось. Это практика, практика и практика. Это, скажем, первых моих 20 сантиметров шва, который я при вас тут набаловался, да. Здесь я пытался поварыть вот просто сбоку, ну, миллиметровый металл, прожег дырки. Это вообще первые мои касания были, да. Вот, и вот буквально вот при вас тут вот, ну, тут-то большое расстояние было. Я сейчас без присадки просто держал дугу и металл сам по себе оплавлялся. Ну, естественно, насрал, присрал. Ну, где-то даже вот вроде как что-то и начинает получаться. Здесь я пытался варить с аргоном, а сам аргон не включил. Видите, такая кипучая штука получилась. Вольфрам электрод сгорел сразу. Ну, не сразу, чуть-чуть. Ну, в общем, вот мои первые 20-30 сантиметров швов с аргоном, вот они произошли у вас практически на глазах. Горелочка отремонтировалась. Да, советская, да, древняя. Но аналогов на Алиэкспрессе и вообще сейчас у всех производителей Авроры там и кедры, и, в общем, много-много кто сейчас торгует вот этими горелками, они разнообразные. Вот такие вентильные, с краником совсем. Их, в принципе, вполне, вполне еще очень много, да, работают. И люди продаются, а раз продаются, значит, люди ими работают. Как она говорится, да? Вот так что. То есть, ребята, как говорится, век живи, век учись. И вот мы будем сейчас попробовать освоить еще одну специальность сварщик-аргонщик. Ну, пока нет, черный металл. Надо будет потом нержавеющий поискать. Хотя, кстати, что искать? Вот у меня есть колечки для стиралок делали. А давайте попробуем на нем еще дугу зажечь. Просто получится или нет? Вот так вот. Ну, в общем, ребят, дуга загорается. Я даже попробовал присадочку туда как-то капнуть, что-то. Дуга идет. И вы знаете, на нержавейке ее даже проще держать, чем на черном металле. С чем это связано, не знаю. Электрод я спалил окончательно. Там вообще какой-то шарик получился. Полярно снята или еще что-то. Не знаю. Дуга держится. Сварка идет. Будем учиться. Ну, на этом ролик, наверное, мы сегодня будем заканчивать. Горелочка у нас получилась. Дуга держится. Помогает держать дугу у нас сварочный аппарат. Специалист 250 от компании Наша Электроника. Ссылочки на аппарат будут внизу в описании. Ссылочку на эту горелку я оставлять не буду. Советская, где их искать, не знаю. На китайские. Ну, посмотрю что-нибудь на Алиэкспрессе подобное. Найду и дам ссылочки вам на такие. Ну, чтобы сравнить и увидели, что они до сих пор есть в продаже. Ну, с другого материала. Ладно. На этом всем-всем вот такой огромный привет. Будьте здоровы. Переходите по ссылочкам. Смотрите. Ну, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok